Итальянские дамы в элегантном возрасте прекрасны. Если рассматривать их стиль и способ сочетать одежду, то это, безусловно, элегантность и классика во всех ее проявлениях. В Италии любят классический прием. Темные брюки, светлый верх. И также наоборот. Белые брюки, конечно же, остаются в фаворе. И темный верх к ним тоже очень хорошо подходит. Итальянские дамы не забывают о себе. Они любят себя украшать в любом возрасте. Массивные украшения на шею – это, безусловно, очень итальянская история. Чем старше итальянка, тем больше украшений у нее будет в зоне декольте. На протяжении последних пяти лет, насколько я понимаю, ничего не изменилось в отношении предпочтений причесок. Итальянки в любом возрасте любят локоны, носят волосы длинными и распущенными. Если говорить об элегантном возрасте, то особого внимания заслуживают элегантные мужчины итальянские в элегантном возрасте. Они действительно пример вкуса и стиля для всего мира. Рядом с мужчиной, который предпочитает белую рубашку, носит шляпу. Безусловно, хочется оставаться истинной леди и надевать платье почаще, что итальянки и делают. Несмотря на то, что в силу ритма жизни итальянки любят, как и все мы, носить брюки, с наступлением тепла большинство итальянок, в том числе и в элегантном возрасте, переходят на красивые платья. Даже в теплую погоду итальянки, если это возможно, предпочитают многослойность. И в целом они очень неохотно раскрывают части тела. Но если становится действительно жарко, никаких табу не существует. Здесь и топы с коротким рукавом, абсолютно открытое приплечье. Здесь также платье выше колена абсолютно уместны. Итальянки не стесняются своего тела. Мне кажется, если бы они вообще узнали, что кто-то в определенном возрасте может, либо должен стесняться своего тела, закрывать колени, либо локти, я думаю, они бы искренне удивились. В итальянской женской моде ставка делается на женственность. При этом эту ставку делают, как сами дизайнеры. Возможно, поэтому мы так любим одежду от итальянских производителей. Но и сами модницы предпочитают вектор женственности. Я неоднократно рассказывала, что в Италии мода не имеет возраста. Все, что можно надеть в 25 лет, надевают и, не побоюсь этого слова, в 65 лет. Безусловно, если размер позволяет, если фигура, что называется, сохранилась. Но при этом итальянкам стоит отдать должное. Они очень любят спорт, следят за питанием и действительно выглядят очень красиво. Часто моих героинь со спины сложно снимать и показывать, потому что вы не поверите, что они действительно попадают под так называемый элегантный возраст. Настолько они хорошо выглядят, настолько они стройны. В Италии нет табу на яркий цвет в портретной зоне. Яркий цвет носит в любом возрасте. Я бы сказала, что в элегантном возрасте его носят даже чаще. Яркий цвет у лица это очень красиво, очень освежает. Важно подобрать цвет, который будет тебя украшать. И здесь твой возраст совершенно не важен. Цвет, кстати, когда нам 25 лет, может подходить один. Когда нам 45, уже совсем другой. Я уверена, что одного цвета, абсолютно подходящего в портретной зоне и украшающего нас на всю жизнь, не существует. Меняется цвет нашей кожи, мы красим волосы, соответственно, и меняются, точнее, должны меняться преференции. Относительно цвета мы должны уметь заметить, что нам теперь подходит другой цвет и украшать себя в том числе и этим способом. При том, что яркий цвет показан в любом возрасте, итальянки также очень любят черный цвет. И табу на черный цвет в портретной зоне в элегантном возрасте также полностью отсутствует. В Италии черный цвет носят в любом возрасте, его очень любят. Часто зрительницы, просматривающие эти видео, спрашивают меня в комментариях, чем все эти женщины занимаются, откуда у них деньги на то, чтобы вот так беззаботно гулять по улицам, рассматривать витрины. Кстати, относительно рассматривания витрин, это тоже очень интересный момент, ведь в нем проявляется интерес к жизни, интерес к себе, интерес к тому, что ты еще хочешь себя украшать, тебе это интересно, тебе это нужно и необходимо. Поэтому здесь совершенно точно стоит брать пример с итальянских модниц, желание себя украсить в любом возрасте. Так вот, возвращаясь к теме о том, откуда же деньги, могу сказать, что, безусловно, мне это достоверно неизвестно. Но то, что вижу я, в Италии, конечно, очень много работают, очень высокий пенсионный возраст и в Италии очень высокие налоги. Действительно, ты здесь в течение жизни, чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь государству, тем больше оставляешь в пенсионном фонде. В Италии, по крайней мере, за последние годы стала привычной ситуацией, когда ты много работаешь, много зарабатываешь, а в руках у тебя остается совсем чуть-чуть. Налоги высокие, они платят за такое ощущение абсолютно на все. Ты отдаешь государству 20% за право работать в этом государстве. Это так называемый НДС, налог, который переложен на плечи конечного потребителя. Но, тем не менее, в цену он закладывается. Соответственно, если мы покупаем товар за 100 евро, торговцу остаются 80 евро, из которых он также платит свои собственные налоги, также платит отчисления. Но самое интересное, что потом платится еще и подоходный налог на, скажем так, твои собственные личные доходы непрофессиональные. Потом, если ты приобретаешь недвижимость либо машину, ты тоже платишь налоги. Такое ощущение, что действительно налоги есть абсолютно на все. И в Италии даже шутят, что скоро налог будет даже на воздух. Вернемся к моде. Я перечислю вещи, которые итальянки очень любят. Это, безусловно, белые брюки. О них уже сказано очень много на моем канале. На второе место я бы поставила брюки яркого цвета и также брючный костюм. В последнее время подобные легко купить. Он постоянно присутствует в ассортименте тех или иных магазинов. Нигде не любят так брюки с принтом, в особенности с геометрическим, как в Италии. Это действительно итальянская особенность женской моды, прежде всего в элегантном возрасте. В Италии по-прежнему предпочитают узкие силуэты. Это узкие брюки почти с кеми, либо зауженные укороченные. Это также узкие зауженные жакеты и тоже укороченные. Очень часто сочетание зауженный жакет укороченный плюс зауженные укороченные брюки – это то, что мы видим с вами на стритсталь. Очень много белых рубашек. В этом видео как раз-таки будет целая серия образов с белыми рубашками. Отличительной особенностью является то, что их больше не заправляют, как раньше. Их скорее носят на выпуск, очень часто расстегнутыми, а внутрь надевают еще один слой. Также я заметила, что с удовольствием в этом сезоне абсолютно все модницы всех возрастов надели белые футболки. В этом году мы видим, что у нас есть в башнюю футболки, которые мы видим, что с удовольствием в башнюю футболку. Субтитры сделал DimaTorzok Как я уже сказала в начале видео, яркий цвет в портретной зоне приветствуется. Цвета действительно выбираются очень часто яркие, почти неоновые. Посмотрите, как это красиво может смотреться, при условии, что этот цвет действительно нам подходит. Но для этого достаточно, что называется, несколько раз примерить ту или иную вещь яркого цвета, чтобы понять, этот цвет нас украшает, либо у нас, что называется, гасит. Уже упомянутая белая футболка носится, как правило, незаправленной. Вот она, белая рубашка. Действительно, очень часто встречаемая на стритстале. При этом, посмотрите, образ не выглядит слишком официально, несмотря на то, что это сочетание. Светлый верх и темный низ, который обычно используется для торжественных случаев, но и также является униформой для многих и многих организаций. Светлый верх и темный низ. Музыка. 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 И вот он, черный цвет. Настолько любимый итальянками именно в теплый период, когда лето, когда можно загореть. И черный цвет действительно потрясающе смотрится именно с загаром. Снова черный цвет и замкнутый образ. Я неоднократно комментировала этот прием замыкать образ. Важно, чтобы в этом приеме учитывались два момента. Первое, важно, чтобы цвет полностью совпадал в двух удаленных элементах нашего ансамбля. Второе, важно, чтобы эти элементы были максимально удалены друг от друга. В данном случае по цвету совпадают обувь и украшения на шею. Это мог бы быть шейный платок, это мог бы быть шарф летний, это мог бы быть головной убор. Обратите внимание, пожалуйста, на этот очень бюджетный прием делать образ красивым и завершенным. Нам важно иметь обувь того или иного цвета. Кстати, в Италии очень любят обувь яркого цвета, так называемую акцентную обувь. Так вот, если нам подобрать что-то, что будет стоить гораздо дешевле, чем сумка, ведь обычно по цвету совпадает обувь и сумка, это, кстати, тот же самый прием замкнутости аутфита. Если мы подберем более бюджетный вариант, который будет замыкать нам образ, то это всегда могут быть бусы, украшения на шею, это могут быть крупные серьги, это может быть головной убор, если речь идет о, допустим, зимней ансамбле из одежды. Так вот, можно выбирать именно бюджетный способ замыкать образ. Это всегда аксессуары яркого цвета, достаточно крупные, которые по цвету должны совпадать, допустим, с обувью. Продолжение следует... Костюм яркого цвета сейчас легко найти в продаже. Ну что ж, мои прекрасные зрители, я надеюсь, что это видео вам понравилось, было полезным, послужило вдохновению, и вы, возможно, развеяли какие-то свои собственные сомнения, связанные с возрастом. Потому что в Италии, как я сказала в начале этого видео, мода возраста не имеет, и ты носишь то, что тебе нравится, то, что тебя украшает в абсолютно любом возрасте, чего я всем желаю, быть красивыми, модными и стильными, вне зависимости от того, какая дата указана в паспорте. Это была Яна Скворцова, увидимся очень скоро, всем пока-пока!